Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. А сегодня поговорим о жилищно-коммунальном секторе. С 1 января 2022 года вступили в силу сразу несколько изменений и нововведений, которые внесут коррективы в жизнь российских граждан. Давайте разбираться, что приготовило для нас государство вместе с экспертом Виктором Ивановичем Часовских, руководителем регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемый Виктор Иванович. Ну и традиционно, конечно, с моим гостем мы встречаемся всегда в прямом эфире для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, задали вопросы свои. Телефоны в студии 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, в нашем распоряжении. Ну и в вашем, конечно, тоже 30 минут. Поэтому незамедлительно начинаем. Виктор Иванович, с 1 января 2022 года вступили в силу изменений, которые затронули права получения пособий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скажите, пожалуйста, о чем идет речь? Да, это субсидии и компенсации. На сегодня, вот по 2021 году, порядок был следующий. Если собственник, либо наниматель, имеющий право на получение субсидий или компенсации по ЖКХ, имел долг, то есть не оплачивал что-то, то он эти выплаты не получал. Информацию об этом представляла управляющая организация, либо ТСЖ. Все. И на этом заканчивались получения всех этих выплат и компенсации. Соответственно, человек и не подавал на них, и не претендовал, проще говоря. Нет, те, кому положено, они да. Но так как у него долг, ему не платили. Сейчас, 1 января 2022 года. Порядок такой же остался. Человек не может получать субсидию, либо компенсацию, но при условии, если у него есть долг за последние 3 года, и этот долг определен судебным решением. То есть, по решению суда определено, что у него есть долг. Не управляющая компания, не ТСЖ, никто не вправе об этом сказать. Таким образом, те, кто имеет долг, да, те, кто имеет долг сегодня, но он не проведен через суд, он имеет право на получение этой компенсации. Спасибо. Это хорошо. Ну и что же, у нас есть первый звонок. Мы вас приветствуем. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Юных пионеров 34. Добрый вечер. Установили тепловые счетчики. ПТСники. Сумма пришла в квитанции по 5 с лишним тысяч. Сколько мне интересно стоит счетчик и установка его? Вы имеете в виду сейчас общедомовой счетчик? Общедомовой счетчик? Вы с нами? Значит, когда ставили... Да-да, когда... Общедомовой счетчик. Когда вам ставили общедомовые счетчики, вам должны были сказать, сколько это стоит. Кто должен сказать, Виктор Иванович? Т-плюс ставила. Да. Т-плюс ставила через свои подразделения. Это обязательно 261-й федеральный закон. Если вы, как собственники, не приняли решение об установке общедомовых приборов учета, то сейчас ответственность за установку общедомовых приборов учета лежит на ресурсоснабжающей организации. И она обязана поставить этот счетчик. Но суть в чем, что они должны предоставить в любом случае информацию собственникам. Каждому, Виктор Иванович, давайте прямо сейчас вопрос актуальный. Сейчас я предвижу очень много таких звонков. Обойти каждого по квартирной и известить? Нет. Такого нет. Председателю совета дома или управляющую компанию. Они должны оповестить, что в вашем доме будет устанавливаться общедомовой прибор учета. Если раньше требовалось согласие собственников, то есть мы должны были собрать общее собрание и дать согласие. Мы согласны на установку прибора учета. То сейчас нет. Это закон. Это требование закона. Они уведомляют и говорят, будет устанавливаться такой-то прибор учета. Он стоит столько-то. 200, 300, 400 тысяч рублей. Предел какой максимальный, можете сказать? Смотря, поймите, это сколько вводов в доме. Если в доме три ввода, то три счетчика надо ставить. Если один ввод, то один счетчик. Один где-то стоит 200, 300 тысяч. Вот и считайте. Но дальше. Как рассчитываться за этот счетчик? Допустим, поставили счетчик, 400 тысяч он стоит. Так ресурсоснабжающая организация должна вот эту сумму разделить на всех, кто живет в этом доме. Пропорционально их площади, квартир или помещений. То есть если прописано в квартире пять человек? Нет, нет, не прописано, а квадратные метры. Это называется доля. Вот доля вот этой квартиры в общедалевом хозяйстве этого дома, в общем имуществе этого дома. Доля какая? И вот пропорционально этой доле высчитывается, сколько должна эта квартира заплатить. Хорошо, Виктор Иванович. А если в данном случае кто-то не живет в этой квартире? Не важно. Или снимает, к примеру, обязан платить? Там есть собственник. Есть собственник. Есть квартира-съемщик, да? Кто-то снимает. Но там есть собственник, который деньги за это получает. То есть это все на собственниках. А неприватизированная квартира собственником является муниципалитет. И вот эта сумма, которая получается на квартиру, допустим, 20 тысяч, она выставляется разовым платежом. Если вы не согласны, 20 тысяч, конечно, накладно сразу заплатить. Вы можете не платить. И тогда управляющая компания обязана вот этот 20 тысяч разделить на 5 лет. И равными долями выставлять собственникам для оплаты. Спасибо. Вы более чем понятно разъяснили. Но если у вас, уважаемые телезрители, вопросы остались, мы их ждем. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Звонитесь, пожалуйста, к нам в студию и задавайте вопросы свои. Мы отвечаем сегодня, Виктор Иванович, на все вопросы по ЖКХ. По крайней мере, да? Кто сможем? Да, звоните 202-11-22. Хорошо. Еще одно изменение, которое вступило в силу с 1 января, это касается платы за вывоз мусорных отходов. Виктор Иванович, вот ранее, в 2021 году, данная услуга появилась в квитанции отдельной строкой. Как сейчас? Расскажите, пожалуйста. Значит, эта услуга из жилищной, было раньше ТБО, твердые бытовые отходы, стала ТКО, твердые коммунальные отходы. Она из жилищной перешла в коммунальную. Из графы содержания, раньше, если за ТБО мы там платили рубль с чем-то там с квадратного метра, эти рубль с копейками убрали из содержания и перевели ее отдельной строкой как коммунальную услугу. То есть изменилось просто название? Изменилось название. Дальше. Обязательным стало заключение договора с региональным оператором, который у нас в области появился. Он единый у нас на всю область. Прервемся, Виктор Иванович, и потом обязательно продолжим на эту тему разговор. Мы приветствуем вас в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вопрос. Алло. Вопрос ваш, пожалуйста, мы слышим вас. Да, про мусор хотелось бы спросить. Пожалуйста. Звоночек, к сожалению, сорвался. А вот как раз мы на этот вопрос и отвечаем. Но дозванивайтесь, да, Виктор Иванович. Значит, смотрите, получается ситуация. Вот этот региональный оператор, он единый на всю область. Заключение письменного договора не нужно, потому что он единый. И приходит нам квитанция и написано, вывоз ТКО, твердые коммунальные отходы. Он рассчитывается также с квадратного метра нашей площади. Есть норматив накопления, есть тариф. Норматив умножается на площадь, на тариф, и получается сумма, которую мы должны платить. Сразу обрадую, может быть, жителей Самары и Самарской области в том, что тариф остается прежним. Он не изменится ни с 1 января, ни с 1 июля. Как был он, он таким и останется до следующего года, надеюсь. То есть главное, что нужно поменять, изменилась, перенеслась строка и изменилась много названий. Она ушла из содержания, а стала отдельной строкой. Отдельной строкой за вывоз мусора. Поэтому сумма не меняется, и никуда бежать не надо. Сумма-то изменилась, сумма изменилась по сравнению с тем, что было. Почему? Вот спрашивают, а почему она изменилась? Вроде бы ничего не изменилось. Тариф не поменялся. Но раньше заключали договор с организациями, которые вывозили эти твердые бытовые отходы. Куда они вывозили, никто не знает. Поэтому у нас в области столько этих несанкционированных свалок. Потому что они забирали этот мусор, выезжали в ближайший лес и вываривали там во враге. И все. И на этом заканчивалось. Сейчас этот региональный оператор, у него заключены договоры с перевозчиками. Все машины контролируются. Они работают по системе ГЛОНАСС. Видно каждую машину, куда едет. И они все вывозят эти твердые коммунальные отходы на полигоны. Они уже не завернут в лес и не вывалят этот мусор никуда. Поэтому, да, расходы увеличились. Но зато гарантия появилась того, что весь этот мусор, как мы говорим, да, доходит до вот этих полигонов. Есть звонок Виктор Иванович. Да. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас очень внимательно в прямом эфире. Алло. Я хотела бы задать вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста. Среди с чем сейчас берутся квадратных метров, а не конкретно с человека? То есть ведь гадят и мусорят не квадратные метры, а конкретно человек. В какой-то квартире проживает семеро, в однокомнатной. Восемь человек может быть прописанными. А в другой квартире проживает один. И он платит за квадратный метр. Но не квадратные метры. Производят этот мусор. Мы с вас поняли. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое, Виктор Иванович. Ну, прокомментируйте. Я считаю, что это справедливый вопрос. Да, действительно. У нас в области два вида начислений. Платы за ТКО. С квадратного метра это в городских округах. И с человека это в сельских районах, в муниципальных районах. Значит, решение о том, как считать за это ТКО, принимает высшее должностное лицо губернатор. Да. Значит, были проведены расчеты, как люди должны меньше платить. И вот в среднем, когда посчитали, получилось, что с квадратных метров меньше получается, чем по человекам. Но сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в 354-е постановление. Это о начислении платы за коммунальные услуги, в том числе и за ТКО. Возможно, будут изменения и будет принято единое решение, как начислять плату за ТКО с квадратного метра или с человека. Но пока вот такая система существует. Мы говорили об этом с вами и в прошлом году. Я это прекрасно помню, Виктор Иванович. И в этом году вы повторяете. А потому что нет изменений. Нет пока изменений, да. Мы ждем, вот, февраль, март, мы ждем изменений, больших изменений в 354-е постановление. Это то постановление, где написаны все формулы по расчетам. И за ТКО, и за тепло, и за холодную, и за горячую воду и так далее. За все коммунальные услуги. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители. Это прямой эфир. Виктор Иванович Часовских сегодня отвечает на ваши вопросы. Виктор Иванович, давайте еще раз проговорим по льготам. Количество льготников могут ли увеличить? Кто эти категории, которые могут рассчитывать на льготы? Значит, сейчас количество льготников достаточно большое у нас в Самарской области. Это определено федеральным законодательством. Это ветераны, инвалиды, многодетные и так далее. То есть у каждой категории своя льгота. То есть кто-то платит 50% за содержание и текущий ремонт. Кто-то за все содержания и коммунальные услуги. То есть у каждого вида, будем так говорить, льготников, свои льготы. Значит, и все рассчитывается исходя из того, что на сегодня предельный уровень оплаты за коммунальные услуги на сегодня в целом у нас определен 22%. То есть если человек получает все те деньги, которые он заработал, семья получает, и если за услуги по жилищно-коммунальным платежам он платит более 22% от всех доходов, то он уже имеет право на компенсацию. Я скажу больше. Сейчас в Государственной Думе рассматривается вопрос о снижении этого порога с 22% до 15%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что количество льготников, которые могут получать вот эти субсидии, увеличится. Виктор Иванович, а льгота и льготники это всегда скидка в процентном соотношении? Либо это возврат каких-то денежных средств, которые могут происходить ежемесячно? Это возврат. Это возврат средств. Да, они получают субсидии, получают компенсации, но там рассчитывается по нормативам. Допустим, если мы потребляем коммунальные услуги по показаниям приборов учета, то там рассчитывается, исходя из норматива потребления. Поэтому не в полной мере, может быть, идет компенсация, но тем не менее это какая-то компенсация идет. Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, это прямой эфир. Дозванивайтесь к нам, задавайте, пожалуйста, вопросы свои. Виктор Иванович, ну вот с 1 января 2022 года еще и обязательно интеллектуальные приборы учета электрической энергии. Расскажите, пожалуйста, об этом. Пока только электрическая энергия. То есть сейчас исполнители коммунальных услуг, все наши энергетические компании, которые предоставляют, обязаны устанавливать умные приборы, так называются они, да? Это что? Это квартирные приборы учета индивидуальные и общедомовые. То есть установка их происходит бесплатно, бесплатно для жителей. То есть они публикуют адреса, где будут устанавливать эти приборы учета, выходят на дом и полностью меняют все приборы учета. И индивидуальные, и общедомовые. И дальше уже собственник не касается этих приборов учета. Он за них уже не отвечает. Поверка, замена, да. Все это делает исполнитель коммунальных услуг. И не отправляет показания, Виктор Иванович. И не отправляет показания. Почему? Потому что там снятие идет единовременно. То есть нажимается кнопка, и со всех индивидуальных приборов учета, и с общедомового, вся эта информация попадает в единую базу. И это на основании этой базы уже происходит начисление платы. Продолжим обязательно вот про умные приборы учета. Ну, примем звонок от наших уважаемых телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Алло. Ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Галанча Ильина Геннадьевна. Я председатель дома Старзагорс 114. В прошлом году говорят, что закончил смежевание земель внутриквартальных, внутрикварталов. А когда и где вообще найти... Где найти что, информацию? Какую информацию об этом? Спасибо. Значит, да, действительно, межевание идет. Это тоже требование законодательства. Земельные участки должны быть размежеваны и поставлены на кадастровый учет. То есть они могут перейти в собственность собственников многоквартирного дома. То есть войти в состав общего имущества многоквартирного дома. Сейчас в бюджете города деньги такие заложены. И этот процесс будет продолжаться. Мы в прошлом году, буквально в конце года, на заседании комиссии рассматривали этот вопрос. Смотрели, как происходит вот этот процесс смежевания. Потому что мы рассматривали его в начале 2021 года. И где-то в конце еще раз вернулись к нему. Почему? Потому что действительно задача серьезная. И я скажу так, что в целом город начал что-то делать. Если раньше он этим не занимался. Но процесс очень долгий, да. И карпатливый, конечно. Но он, во-первых, это дорогой процесс. Потому что это должны выходить кадастровые инженеры, смотреть и прочее. И я скажу, какая проблема, с какой проблемой мы столкнулись. То, что межуют по кварталам. Не по отдельным домам, а по кварталам. Вот это вот не совсем, может быть, хорошая идея, да. Но, видимо, это связано с тем, что не совсем много денег выделяется на эти цели. Тем не менее, даже такое межевание приводит к тому, что земельный участок переходит в собственность общего мышца дома. Виктор Анатольевич, у меня тогда логичный вопрос. Абсолютно ли все дома подходят под эту программу? То есть ветхое жилье и новостройки. Это все будут дома. Это все дома. Абсолютно в городе, да. Все должны иметь свой земельный участок, который отмежован и поставлен на кадастр. И вот когда этот земельный участок поставлен на кадастр, а я сразу скажу, что определяет границы земельного участка орган местного самоправления. То есть он может дать этот земельный участок по отмазке, он может дать по каким-то точкам, допустим, с каким-то придаворовой территорией. То есть это он определяет. Решение о том, чтобы получить этот участок, может обратиться любой собственник в доме в адрес администрации. Прошу предоставить земельный участок в собственность. Это раньше требовалось общее собрание собственников, сейчас этого не требуется. Сейчас любой собственник может обратиться в орган местного самоправления. Прошу вас выделить земельный участок в общедомовую собственность. И все. А дальше уже орган местного самоправления межует и определяет границы. Ну, когда эта работа будет иметь все-таки выполненный массовый характер, тогда и поговорим более подробно, да, Виктор Иванович? Процесс этот идет. Самое главное, что он идет. И это уже хорошо. Про умные приборы учета давайте продолжим. Мы сказали ранее, что не нужно передавать, следить, контролировать и так далее. Но ведь две стороны медали, Виктор Иванович, есть и другая? Есть другая, да. То, что вот сейчас есть обращение всех домов, у которых поставили эти приборы учета, но несколько возросли объемы на общедомовые нужды. Не знаю, с чем это связано, надо будет разбираться конкретно с каждым домом, но что-то там не совсем понятное. Хорошо, сейчас примем звонок и продолжим непременно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем ваш вопрос. Говорите. Здравствуйте. А вас беспокоят жители, что улица Вадимовская, дом 40. Да, здравствуйте. У нас 29 декабря вырыли около 4-го подъезда очень большую глубокую яму. Я так понимаю, это согласите. До сих пор она не зарыта. Ну, это ладно. Дело в том, что пройти к дому невозможно. Везде лед. Я тебе звоню в управляющую компанию. У меня, конечно, взяли заявочку, но Лосона не там. Идут дети в садик, идут дети в школу. Старые люди идут на рынок, в магазины. Там просто свалятся в эту яму, и это будет очень хорошо. Спасибо вам за вопрос. Кто, в принципе, Виктор Иванович должен решить эту проблему. Вот смотрите. Если вы пользуетесь интернетом, найдите, наберите слово «ГАТИ». «ГАТИ». Это государственная техническая инспекция. Она как раз отвечает вот за эти разрытые ямы и восстановление всего того, что есть. Там есть телефон. Позвоните туда, сообщите. Адрес такой-то, яма такая-такая-такая-то. Они принимают эти звонки, моментально выезжают, смотрят и дают предписание той же Т-плюс или СКС, те, кто раскапывает все эти ямы. Когда устранить все это? То есть есть вот эта административно-техническая инспекция, она называется. Городская административно-техническая инспекция. Как раз этими вопросами и занимается. Найдите в интернете, есть телефон ее, и сообщите туда. Виктор Иванович, если, к примеру, не брать этот адрес, а похожие проблемы, если работы все-таки еще ведутся, и вот это вот разрытые ямы необходимы. Но аналит, которая огромная, просто образовалась рядом, кто ее вот это должен устранить? Это должна устранять та организация, которая произвела вот эти раскопки. Она должна обеспечить прохождение людей, чтобы все это было безопасно. То есть в любом случае вот ГАТИ. Не в любом случае, да. И вот за этой работой смотрят ГАТИ. Спасибо огромное. Есть еще звонок. Мы слушаем вас очень внимательно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Пожалуйста. Живем мы в Самаре, и справа платят за брюс мусора. Имеется домик в деревне, да? Мы там летом обитаем. Круглый год платим мы здесь в Самаре. А сейчас-то там присылают к литературе, чтобы платили еще за деревенский домик. Правомерно ли это? Спасибо большое. Это правомерно. Да, это правомерно. Единственное, что вы должны знать, были обращения, занимались этими вопросами. Губернатор принял решение, что если у вас есть жилое помещение где-то в сельском районе или дачный, это дачный, если это участок, да, дачный, то там идет понижающий коэффициент 0,5. То есть вы будете платить только за тот период, пока находитесь там на даче. Спасибо. 202-11-22, телефоны прямого эфира и время у нас еще есть, поэтому дозвонитесь к нам, пожалуйста, уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы. Виктор Иванович, а я хочу коснуться вот такой темы, несанкционированное вмешательство в работу приборов учета. Скажите, пожалуйста, какие последствия это может за собой повлечь? Значит, действительно есть такое понятие несанкционированное вмешательство. Это о чем говорит? Приборы холодные, горячие, водоеда, тепловой энергии у кого есть, электричество. Значит, люди иногда начинают пользоваться какими-то нововведениями, типа магнитов, либо еще каких-то, их много сейчас достаточно, да. Значит, к чему это приводит? Это приводит к тому, что прибор показывает неправильные данные. Вот основа. Значит, с этой целью что сделали? Первое. Сделали эти приборы антимагнитные. То есть они не реагируют на магниты. Это раз. Второе. Ну, магнит прикладывается с какой целью? Чтобы замедлить ход? Замедлить ход, да, да. Диск идет, да, чтобы он замедлился и прочее. Дальше. Сейчас начали управляющие организации наклеивать на приборы учета антимагнитные ленты. Значит, что это такое? Это ленточка специальная, да. Если человек подносит к ней магнит, она меняет цвет. Фиксируется с этим цветом. Или остается с этим цветом. Все. Если придет проверять приборы учета, а раз квартал должны проверяться приборы учета, и обнаружат, что цвет изменился, значит, была попытка несанкционированного вмешательства в работу этого прибора. Чем это грозит? Конкретный пример. В квартире живет три человека, да, образно говоря, холодная вода. Норматив семь кубов на человека. Семь кубов умножается на три человека, 21 куб. Умножается на три месяца, это 21, 63 куба. И умножается на повышающий коэффициент 10. То есть 610 кубов. За 610 кубов вы будете платить. Вот в случае, если такое произойдет. Витратович, ну а если нечаянно поднести предмет, не магнит, к примеру, а телефон, фонарик подсветить, который тоже имеет элементы магнита. Извините, все зафиксировано. Все, значит, немедленно вызываете управляющую компанию и говорите о том, что вот такая вот ситуация произошла. То есть человек, не ведая, может такое слышать. Может и такое быть, да. Хорошо, есть звонок от телезрителей. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем, слушаем. Вы знаете, алло, алло, здравствуйте. Говорите. Вы знаете, я по такому вопросу. У нас целый год нет дворников. Но лето мы как-то терпели, мусор грязь. Но сейчас зима, мы падаем, ходим. Я с клюшкой вот хожу, я из дома даже не могу выйти. Крыльцы все обледенелые, кругом, кругом вообще, в общем, ужас что-то. Адрес какой у вас, скажите нам? Универсал быт нас обслуживает. Адрес. Зачениновское шоссе 155. Спасибо. 153, конный проезд 10. Ни у кого нет дворников. И они не хотят принимать. Приедут раз в месяц, что-то там сделают и все. И мы мучаемся. Пойдите в наше положение. Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое, Виктор Иванович. Ну, посоветуйте, что делать. Хорошо, я попробую связаться с этой компанией, узнать, в чем вопрос. Но имейте в виду, в июне этого года будет опубликован рейтинг деятельности управляющих компаний. Как работает управляющая компания в 2021 году, вот этот рейтинг покажет. Кто составляет этот рейтинг? Этот рейтинг составляет Государственная жилищная инспекция и общественная палата. ГЖИ по своим вопросам, общественная палата, мы запускаем анкеты в общественные палаты городов, в общественные советы муниципалитетов, чтобы раздавали людям и люди ставили оценки деятельности этой управляющей компании. У нас этот рейтинг называется оценка деятельности управляющей компании собственниками. То есть там есть пять пунктов, по которым оценивается деятельность управляющей компании. От нуля до пяти оценки ставятся, ну, как обычно в школе, да? Вот ставьте 0-0-0-0. Эта управляющая компания окажется в конце этого рейтинга, будет самая последняя. Это первая. А в другом случае, вот здесь вот, если не выполняют свою работу, может быть, стоит задуматься о смене управляющей компании, да, Виктор Иванович? Во-первых, для того, чтобы решить этот вопрос, первое, что нужно сделать, у вас есть возможность обратиться в муниципальный жилищный контроль. Есть такая структура, это то же самое, как ГЖИ, только в районе находится, в вашем районе. То есть в администрации района, как правило, в отделах ЖКХ, там находится инспектор. Он находится рядом с вами, близко к вам. ГЖИ, понятно, через месяц только сможет приехать посмотреть. А попробуйте обратиться в муниципальный жилищный контроль. Либо в государственную жилищную инспекцию. Либо в администрации района есть административные комиссии. Вот наледь на этих, на крышах, да, сосульки и прочее, снег, они тоже смотрят это. Не стойте, не сидите, не ждите, звоните туда, обращайтесь. Будут выход, будут смотреть, будет предписание, и все сделается. Спасибо большое, Виктор Иванович, вынуждена на этом сказать все, прямой эфир. Конечно, время ограничено. Благодарю вас за очень ценные советы, как всегда, Виктор Иванович. Спасибо, конечно, всем тем, кто нам сегодня позвонил, ну и, конечно, всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы, берегите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова